Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Откуда вы к нам приехали? Мы приехали с Иркутской области, город Черемко, на машине за 6300 километров. Офигеть, ребята, это пока максимальное расстояние. Это сейчас практически рекорд того, что мы слышали. Как дорога? Дорога вообще везде прекрасная. Так, маленькие кусочки были, но в общем-то все нормально. Ну, доехали за трое с половиной суток. Где останавливались, где отдыхали? В основном, где дальнобойщики стоят. У нас рация установлена в машине, мы слышим ОВС и обстановки на дороге, и все прекрасненько. Ага, так, вопрос тогда, сколько обошлась вообще дорога по деньгам, по бензину? У нас Prius, поэтому не очень дорого. Ну, сколько? Ну, примерно где-то около 17 тысяч на бензин. Это в одну сторону? В одну сторону. Это, а ночевки? Ночевки мы, как бы у нас продукты с собой, термосумка, все-все нормально было. Плитка газовая готовили. Не, я имею в виду, когда останавливались, сколько по деньгам это? Три ночевки вы говорите? Сколько? Мы спали в машине, конечно. А, машине? А, все, я думал, вы останавливались где-то. На постель, все там ровно раскладывается. Все, понял. Вы довольны дорогой? Да, мы много городов проезжали, посмотрели. Это здорово, конечно. Сейчас обратно поедем по другой дороге. Мы сюда ехали через Нижний Новгород, обратно поедем уже в Волгоград. Все это на родину мать заедем. Класс. Прямо, вот честно, я вот видел, прям рассказываете, у меня прям, вот, аж приятно. Такие позитивные эмоции. Вот вы приехали к нам, Витязево, где остановились? Мы остановились у Наташи в Баунти. Адрес и цена? Черноморская 133А. Мы еще в начале мая бронировали номер, поэтому по 1100 в сутки. Сколько человек в номере? Мы вдвоем. Вдвоем 1100. Что есть на территории? Вообще в номере? Да, и все есть, все, что нужно. Только что обеды мы готовим сами. Нет, душ, туалет, номер. Все. А бассейн есть на территории? Бассейн есть, да. Мангальная зона? Ну, мангальная, да, есть. И кухня, то есть? Да, кухня, все есть. Отлично, до моря сколько? Ну, минут 10-15, не спеша. То есть вы довольны? Да. Как море дайте отзыв? Ну, море у нас сегодня вообще тепленькое, оно слегка штормит и цветет пока что еще. Но так участки попадают где вообще чисто. Ну, так подальше проходишь нормально. Стоит того, чтобы вот столько проехать и проехать на много отдых? Еще как, еще как. Мы довольны вообще. Мы не только ехали на море, мы хотели просто еще и попутешествовать. Это у нас просто как приключение, мы вот и поехали. Вот так и надо к этому относиться. Да. По-другому у нас, как говорится, победят тогда. К тому же у вас было холодно, а мы из Сибири уезжали, у нас было 32 градуса тепла. Мы вам привезли полный багажник, вот он и поперл. Спасибо, прям от души благодарна. Честно, вот такой позитивный отзыв. Вы по параллии уже сколько дней ходите? Мы с 28 числа здесь. Вам достаточно развлечений? Да, конечно. Куда ходите танцевать? Мы не танцоры уже. Ну, вы как-то посидеть куда-то ходили уже? Нет, мы так на балкончике садимся, венгар, венса местного настоящего возьмем потихонечку. Продукты купить, есть какие-то проблемы? Все есть, все вокруг, все в доступности шаговой. Самый еще такой большой вопрос. Сейчас многие встречают и заявляют о том, что боялись ехать, страшно. Какие-то испытали там негативные моменты? Нет, мы проезжали в 38 километрах от Донбасса. Ничего, везде спокойно. Ну, попадались там пару-тройка машин военных. А так мы даже ни колонн никаких не видели, все нормально. Все тихо, спокойно. Да, крымский воз мы уже съездили, посмотрели, покатались. Значит, поменьше, тут уже и ездили в ту сторону, значит, мы где на Утрише были. На Кипарисовом озере были. Новороссийские ездили. Везде тишина и покой. На Крымском мосту охрана стоит, что ребята вооруженные. И там покой, в принципе, тоже. Спасибо большое за отзыв, вам хорошего отдыха. Вам все хорошо. Ручкой нам, пожалуйста, от души вам тоже хорошего отдыха. Подождите, не уходите, отдайте.